МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Таким образом, в агрессивной среде молекулярная масса объекта стремится к своему абсолютному значению. Извините, это 402-я аудитория? Да, 402-я. А кто Николай? Я Николай. Ну, для вас, Николай Петрович. А вы, Юсупов, проходите на свое место, доставайте тетрадь и записывайте тему лекции. А... А иначе вас на пары не загонишь. Даже не знаете, как выглядит ваш педагог. Задолбали, блин, со своими этими подработками. А за роллы я потом рассчитаюсь. СМЕХ Здравствуйте. Здравствуйте. Мне вот по рецепту. А... Ничего не могу разобрать тут. Да? Давайте тогда доктору позвоню. Звоните. Ага. Алло, Виктор Михайлович, здравствуйте. Вы мне рецепт выписали, а мы разобрать ничего не можем. Вы могли бы эсэмэской скинуть, что там написано? Жду. Да, пришли. Отлично. О, прислал. Держите. А... Ну, тут... А... Ну, тогда давайте что-нибудь на ваше усмотрение. Извините, можно вас? Да, да. Что случилось? А это что такое? А, это у нас в кабинете персонала микроволновка сломалась. Сейчас все исправлю. Опа. О, так же не мешает? Ну, как бы... Ну, вот и славно. Рустам, еще две минуты и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. М? Мужики наши. Скинулись на этот клам. Теперь возятся с ним целыми днями. Да, молодцы. Пусть хоть чем-то занимаются. Лишь бы не бухали. Олег Евгеньевич, с чего предлагаете сегодня начать? Дмитрий Юрьевич, ну что, предлагаю вон с того бочка. Ну, коньячок так коньячок. Ваше здоровье. Привет. Здравствуйте. Деньги вперед. Да, конечно, я понимаю. Куда проходить? А, вот в спальню. У нас час, и время пошло. Окей. Ты за «Спартак», я за «ЦСК». Думаю, за час управимся. Чего? Да, просто с компом надоело играть. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а это мощные наушники? Это самые мощные. О, отлично. О, будете брать? Я? Не. Я сейчас с вами ругаться буду. Вы что мне вчера такое продали, а? Вы что, совсем? Ух ты! Ничего себе! Ну, что ж поделать? У собачки боли, у кошечки боли, а у Димочки не боли. Евгений Борисович, может, в больницу? Ну, Димочка, был бы у тебя полис, конечно, мы в больницу поехали. А так, сиди. Давай я тебе подорожников нарву, а? Дамы и господа, наш самолет совершил посадку в Самаре. Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию. Такси! Такси, берем такси, кондиционер, детское кресло. Берем, ребят. Мужчина, вы можете не орать? Ага. Я для этого туда-обратно летал. В смысле? В смысле? Ты знаешь, какая там конкуренция на выходе? Фиг пробьешься. Тольятти, старый новый город, ребят, а? Может, на карту, может, к переводу онлайн. Женщины, ну, поехали. Ну, сейчас все уйдете совсем. Ну, мне как бы... Пап. А? У меня к тебе деликатный вопрос. Слушаю. А как мне маме сказать, что у меня девочка появилась? А ты не говори. Почему? Папка не говорит, и ты не говори. Я извиняюсь, а что происходит? Зачем очередь? Умные весы. Новая модель только поступила. Попробуйте. Я. Попробуйте. Попробуйте. Ваш вес – 93 килограмма. Понятно. Стой, стой, стой. Но вы уже успели родить двух детей, и у вас напряженная сидячая работа. Для ваших лет, роста и статуса вы выглядите просто сногсшибательно. Попробуйте. Я беру. Где еще и кто последний? Так, ты либо расскажешь мне все, либо тебе конец. Я задушу тебя обычным пакетом. Я ничего тебе не скажу. Ладно. Ты сам напросился. Ладно, по-другому. Ну, и кто же вас так, а? Я. Ой, как? Да воду в фонтане слил. С праздником, кстати. Подарила ей на день рождения раскраску антистресс. Помогает расслабиться и не нервничать. Интересно. Ну что, Настенька, все уже раскрасила? Тетя Марина, еще одно слово, и я вас в карандаш кину. Что-то не очень твоя раскраска помогает. Она просто смартфон хотела. О, Виктор Владимирович, здравствуйте. Али Бутаев? А что вы тут делаете? Да я, это самое, вы же меня так долго лечили. В общем, это вам. Ой, да не нужно было. Это была простейшая операция. Берите, берите, пожалуйста. А мне пора. Спасибо большое. О, жара! Пойду, обольюсь. Давай. Леха, стой, не надо. Да ты че, я не боюсь, ты че. Да не, я там не помню. Пиво охлаждаться положил. И че, охладилось? Охладилось. Посмотри, холодненько. Стовис! Стовис! Завтра на соревнованиях у нас есть все шансы. Самый лучший паркурщик в городе, иначе не может быть. Уважаемые покупатели, только сегодня в нашем магазине уникальная акция. Успейте приобрести гречку со скидкой до 70%. Я надеюсь, она не участвует. Здрасте. Здравствуйте. Клининговая служба. Заказывали? Да. А вы правда выводите пятна любой сложности, даже с кожаных поверхностей? Да, мы работаем с любыми видами кожи. Фух, отлично. Играл с ребенком, уснул. А у меня через час важное совещание. Сделайте что-нибудь, а? Давайте попробуем. Вот этим может быть. Давайте. Добрый вечер. Мы готовы принять ваш заказ. Здрасте. Мне только бутылку воды, адрес Космонавтов 11. Подождите, ну это наш адрес? Да, да, все правильно. Я над вами живу, 14-я квартира. Ну хорошо, но доставка будет платной. Это, конечно, без проблем. Пусть только курьер позвонит, когда будет к квартире подходить. Да, хорошо. Добрый день. Это курьер, я вот возле вашей двери. Вы сказали позвонить, как подойду. Да, за ручку дерните, пожалуйста. А, дернул, но здесь закрыто. Закрыто? Фух, слава богу, все-таки закрыл двери. А то сижу в офисе, переживаю, закрыл, не закрыл. Спасибо большое, до свидания. Че? Че, я побежал? Подожди. Ну, побежал я. Рано. Добрый вечер. Ну, куда бежать-то? Вот. Сейчас. Ничего себе. Твой только неделю занимается и так шустро стартовал. Ну, как бы ты хотела. Магазин через пять минут закрывается. Не успеет, будет дома футбол без пива смотреть. Мотивирую, как могу. Ты профи. Я знаю. Алло. А ты знаешь, что твоя жена сейчас в бане на Павлова с каким-то мужиком? Доброжелатель. А ну, если не веришь, не верят в твои проблемы. Только вот последний вопрос. Тебе рога не мешают постричься. Сам пошел туда. О, а так бы минут двадцать выходил. Здорово, Дима. Здорово, здорово. Че звал? Слушай, помнишь, ты рассказывал, что на любом корыте можешь пробег скрутить? Не, ну, имеется такое навык. А можешь, наоборот, намотать, чтоб больше было? Ну, не доводилось. Ну, я думаю, справлюсь. Давай, одевайся, пойдем глянем твою ласточку. Не надо никуда идти. Она тут. Вот. Короче, жена на неделю уехала. Сказала, чтоб я каждый день двадцать километров наезжал. Она приедет, проверит. Если что не так, мне хана. Понял. Че, немец, корейец? Японец. Ага. Ты давай разбирайся, а то у меня пельмени всплыли. Ладно? Да. Стопис! Ну, красавец. Прибыли, товарищ майор. Говоришь, лучшая поисковая собака в стране? Так точно. Уверен? А то дело-то серьезное. Уверен? Она к нам в спецрейсах из Москвы прибыла. Она там в элитном кинологическом отряде служит. В элитном? Ну, попробуй. Нави, ищи. Ищи, Нави, ищи. Ищи, 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 ищи. Нави, ищи. Ищи, 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 ищи. Давай, ищи, ищи. О! Есть, товарищ майор! Это? Это! Фух, слава богу. У меня же на этой флешке все фотки со свадьбой. Блин, если б посеял, меня б жена убила. Да, понимаю вас, товарищ майор. Я сам так кольцо после корпоратива искал. Молодец, молодец. Молодец. Кто тут у нас семьи спасает, а? Как вы видите, коллеги, в этом году наша компания показывает огромные успехи. Вы только посмотрите на результат. Вот, пожалуйста. Ну, налицо прогресс, особенно в сравнении с прошлым годом. Или вот, пожалуйста. Ну, о чем это говорит? О том, что наши линейки стали гораздо ровнее. Вот. Браво! Браво. Давайте сравним с прошлым годом, посмотрите. Ну, это же небо и земля, да? Поэтому, друзья, предлагаю в следующем году наши линейки начинать продавать. Привет всем. С вами я, Жбать. Сегодня микро лайфхаки для всех папаш. Не знаете, где пульт от телека и не хотите вставать с дивана искать? Выход есть. Сын. Сынок. А сделай погромче, а. А сделай любимому папе бутер, а. Жена просила выкинуть мусор, а уже начался второй тайм. Выход есть. Сын. Сынок. А выкинь мусор, а. Сынок. Сынок, ты где? Ну, давай, вещай, блогер. Еще раз всем привет. Жена просила выкинуть мусор. Выход есть. Сам. И? И не дай бог вам еще раз эксплуатировать детей в своих целях. Иначе. Иначе вас лишат процесса их создания на два месяца. Все, свободен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем привет. С вами я, Галя. И мой классный блог из деревни. Ребят, настало время очередного пранка. Я сегодня разыграю. Сейчас покажу сразу. Галь, ну как так-то, а? Ну, это был пранк. Ну, прикол такой. А это была соль. Патрон такой. Смотри мне шутницу. В следующий раз будет дробь. До кабана. А-а-а! Мордой в пол. Это ограбление. Тише, тише. Спокойно, спокойно. Я понял. Давайте уберем пистолет и просто поговорим. Да я бы в жизни на такое не пошел, если бы не она. Понимаю, понимаю. Постоянно меня в чем-то обвиняют. Мало зарабатываю. Якобы я ей ничего не дарю. Унижает меня. А можете пистолетом в другую сторону? Извините. Спасибо. Доктор, мне кажется, это из детства. Так, это интересно. Пожалуйста, ваш заказ. Спасибо. Так, чтобы все съел, понятно? И тарелку потом, чтобы помыл. Это что такое? Как вы и заказывали. Котлета по-домашнему. Приятного аппетита. Куда? Руки помыл? Сейчас помою. Сынок, а расскажи-ка маме все, что ты мне сегодня рассказывал. Про что? Ну, про этот урок, который у тебя был. Расскажи. А, про сферу? Да, да, да. В общем, есть национальный проект образования. И он делает наше обучение интересным и современным. Например, недавно разработали отечественную платформу видеоконференц-связи с Ферум. Ну, и учителя или репетиторы могут проводить видеоуроки прямо из дома при необходимости. Вот. Наконец-то образование шагает ногу со временем. И что, получается, репетитору не обязательно к тебе приезжать, чтобы тебя чему-то научить? Конечно. Гениально. И зачем ты мне все это рассказываешь? Ну, как, ты же говорила, что твоя мама собирается к нам скоро приехать. Вот я и подумал, давай установим ей сферу и будем общаться на расстоянии. Зачем приезжать? Отличная идея. Вообще классная, вообще. Только на расстоянии за такие предложения будешь ты. Неделю спишь в зале. И пропылесось. Завтра мама прилетает. Ну, не попытаться я не мог. Друг, одну шаурму сделай. Этот. По-братски. Красиво сделай. Обижаешь, братка. Для тебя будет самая лучшая шаурма в Москве. Я тебе уверен, ты такой даже не ел. Это не шаурма, это мед. Вкусная, сочная, с сырным лавашей, с мясом. Как просто пачки оближешь. Давай. Все, братка, минутка. Ой, братан. А это что? Это адрес. Там делают лучшую шаурму в Москве. А тут, брат, я тебе не советую. Тут вообще ни о чем. Я и готовить не умею. Поплату устроился. Спасибо. Давай. Вкусная шаурма, подходим. Ну что ж, дети. Сегодня 11 мая 2040 года. День юбилея великого русского рэп-баттлера МС Грязного. Тихо, тихо. Для начала ответьте мне на вопрос. Каким размером чаще всего писал Андрей Валерьевич? Да, Маша. Четырехстоп на мьянбе. Молодец. А можешь привести пример? Ты лох, дебил, козел и чмо. Замечательно, садись. А кто мне скажет, кому были посвящены первые строчки самого известного трека МС Грязного? Да, Ваня? Маме. Ну не своей, а... Маме МС Масти Дастера. Правильно, молодец. Кстати, о Масти Дастере. В каком году он погиб? В 2025-м. А как? На дуэли от руки Билли Мэна. А потом? А потом из ниоткуда возник через 5 лет, записав новую песню. В то время как МС Грязный... Уже стал министром культуры России. Молодцы. А сейчас будем писать сочинения на тему. Что имел в виду автор в первом раунде батла против Масти Дастера? У вас 40 минут. Всем привет. В эфире Тихий час с Евой. И сегодня с вами одинокая Ева. Тема семинара «Как пережить расставание с мальчиком». Неважно, из-за чего вы расстались, важно, что это в первый раз. Вы растеряны, и вам больно. Расскажу на собственном опыте, что делала и как себя чувствовала. После расставания будет хотеться плакать. Прищемите себе палец, чтобы он не думал, что вы плачете из-за него. Вот. Но не перестарайтесь, а то иначе придется плакать в травмпункте. Когда слезы высохнут, займитесь собой. Например, поменяйте прическу. Кудри нет. Карай, да, но после 30. Косички – это наш вариант. Так вы покажете другим мальчишкам, что вы свободны, пусть дергают. Тем более, это заставит бывшего ревновать. Боль от дергания косичек стоит боли в его сердце. Докажите, что вы сильная и независимая женщина. Не просите его завязать вам шнурки. Просите завязать вам шнурки в воспитательницу. А также верните все его подарки. Верните коробок с жуком, наклейки, стеклышко с моря. Будет возмущаться, скажите, что жук в коробке был уже мертвый. Далее, минимизируйте общение. Лучше всего переехать. Поменяйтесь с кем-нибудь шкафчиком подальше. Наверняка бывший попытается вас вернуть. Поговорите, как взрослые люди. Объясните ему, что лопнутый мячик не надуть. Отвернутую голову кукли не приклеить. Жука в коробке не воскресить. И главное, не отвечайте на его смс-ки. Тем более, что он пишет с маминого номера. И вообще, удалите всю переписку с ним. Хоть писать-читать мы еще не умеем, но эти смайлики также разбивают сердце. А вообще, не расстраивайтесь. У вас еще все впереди. На этом все. Спасибо за внимание. Оплата шоколадка в шкафчик со львенком. И не говорите Елисею, куда я переехала. Спасибо. Разные люди, разные лица, Влогеры, судьи, светские львицы, Все оказались в твоем мониторе. А почему? Они вляпались в сторис, вляпались в сторис, Сотни маленьких историй, Постоянно на повторе. А каждого из нас, как тебе такое Илон Маск?